Дезинфекция Для максимальной безопасности пассажиров электротранспорт дезинфицируют не менее трех раз в день при выезде состава на линию, при проведении технического осмотра и при заезде в депо. Сюда входят внешняя мойка и обработка контактных поверхностей в салоне, то есть поручни, сидений, стекол, водоконников, обшивки и полов. Также на конечных станциях маршрута водители и кондукторы проводят дополнительную санитарную обработку вагонов. Эту информацию подтвердил Алексей Соколов, мастер МОП «Ульяновский электротранс». Санитарная обработка проводится ежедневно при выезде из депо, при проведении технического осмотра и при заезде в депо. Для этого у нас существуют моющиеся-уборщицы, которые занимаются непосредственно этим делом. Сперва вагон внешне приезжает через мойку, а потом уже уборщицы начинают обрабатывать салон, внутри салона, прыскивают, протирают. Обрабатываются все контактные поверхности – поручни, сидения, стекла, бочины, обшивка вагона, подоконник, также и полы. Санитарная обработка проводится хлорсодержащим раствором «Жавелист», который рекомендовал Роспотребнадзор. Маршрутные такси также обрабатывают перед выходом на линию и на конечных остановках после каждого рейса. Контролем обработки занимается Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска в ежедневном режиме. Об этом рассказал сотрудник управления Сергей Николаев. Сотрудниками Управления дорожного хозяйства и транспорта города Ульяновска ежедневно проходит мониторинг обработки транспортных средств регулярных автобусов маршрутов города Ульяновска на конечных разворотных площадках. Смотрели обработку 28 маршрута, 65 маршрута и 84 маршрута. В ходе проведения мониторинга все транспортные средства, выходящие на регулярные автобусы маршрута, проходят обработку после каждого круга рейса. То есть примерно обработка транспортных средств осуществляется каждые 50-80 минут. Подъезды в многоквартирных домах также продолжают дезинфицировать по графикам, согласованным со старшими по домам. Сотрудники управляющих компаний ведут регулярную обработку многоквартирных домов. Антисептическими средствами и хлоросодержащими растворами обрабатывают подъезды, перила, ручки входных дверей, мусорные клапаны и мусорокамеры, а также почтовые ящики, лифты и малые архитектурные формы. За 6 дней июля в Ульяновске продезинфицировали 707 домов. Что касается остановок общественного транспорта и тротуаров, их тоже продолжают обеззараживать. Например, 7 июля работники МБУ «Дор-Ремстрой» произвели дезинфекцию в Ленинском, Железнодорожном и Заволжском районах. А в центральной части города обработали остановки на улицах Орлова, Островского, на Гагарина, на Нариманово, на Ветеринарной, Робеспьера, Радищева, Урицкого, Скачилова, а также в поселках Поливна и Сельдь. В Железнодорожном районе работы выполнили по улицам 12 Сентября, Кирова, Локомотивной, Индинской, Новорейкиса, Хрустальной, Луначарского, а также по проспекту Гаев. В левобережье дезинфекция остановок прошла по проспектам Ульяновскому, Туполева, генерала Тюленева, академика Филатова, Антонова, генерала Маргелова, на улице Юкурнова, а также по второму и сороковому проездам инженерным. Об этом рассказал Эльмаз Батышин, старший мастер МБУ с Дорием Строй. Сегодня производится дезинфекция в каждом районе по графику остановочных площадок. На данный момент на Гончарово также проходим благоустройство тротуаров. По Ленинскому району запланировано 80 остановочных площадок прессии, по ЖД району 85, по ССВЯЖ 80 остановок и по Заволжскому району 35 остановочных площадок. В каждом районе по одной бригаде. Сегодня проходит по улице Гончарова, Красноармейская, Спаска, Орлово, Гагарина, Нариманово. Это на данный момент запланированы такие участки дорог. И по тротуарам, и по остановочным площадкам. Итак, на территории нашего региона активными темпами проводится дезинфекция. Наверняка вы видели этот процесс не только на видео, но и наблюдали лично. Несмотря на то, что обеззараживание улиц, подъездов и транспорта проводится качественно, важно помнить о том, что наше здоровье и здоровье близких в наших руках. И нужно ответственно относиться к нему, соблюдая режим повышенной готовности. Необходимо носить маски в общественных местах. Не прикасаться на улице руками к лицу. Пользоваться антисептиками, а вернувшись домой, обязательно вымыть руки с мылом. Это поможет защититься от вируса. Уважаемые ульяновцы, пожалуйста, берегите себя. Не поддавайтесь на провокации, никогда не паникуйте и доверяйте только проверенным источникам информации.